Материал нашего корреспондента о развитии малых, но очень важных территорий, которые составляют большую часть России, поселений. Наша съёмочная группа отправилась в городское поселение Конаковского округа, посёлок Новозавидовский. На сегодняшний день в нём постоянно проживает около 8 тысяч человек. В летний период их количество удваивается. Наш корреспондент выяснил, как изменилось городское поселение за последние годы и чем гордится уже сейчас. За последние несколько лет главные дороги в Новозавидовском отремонтировали. Это замечают как туристы, так и местные жители. Многодетная семья Коротковых живёт рядом с улицей Фабричной, которую недавно привели в порядок. На ней установили и новое уличное освещение. Теперь многодетные родители не боятся отправлять старших детей, одних в школу или на секции. Дети занимаются музыкой. У нас есть возможность бесплатно учиться музыкалке. Учитывая, что у нас 9 человек ходят в музыкалку только на музыку и ещё несколько на рисование, и при этом мы за это не платим, то это очень большое дело. Материнский капитал частично мы использовали для приобретения библии. Положительные изменения видим. Государство нас не забывает. В этом году мы должны получить жильё. Что касается образования детей, то оно происходит в комфортных условиях. В 2020 году в Новозавидовском капитально отремонтировали школу номер 2. Получать новые знания в её стенах приятно и интересно. Мы вошли в национальный проект образования. У нас открыта в школе точка роста. Ждём на следующей неделе оборудование по образовательной программе «Цифровая образовательная среда». Это новый парк компьютеров. Важная составляющая детского развития – спорт. В Новозавидовском создана детская футбольная команда. Ребята регулярно участвуют в спортивных соревнованиях районного и регионального уровней. При поддержке администрации ребятам купили новую спортивную форму. Регулярно обновляется главный спортивный инвентарь. Перед Новым годом спортсменам передали 20 новых футбольных мячей. Ездили турнир, был посвящённый Дневому защитнику Отечества. Мальчишки 2016 года заняли первое место. Мальчишки 2014 года выиграли серебряный финал. Полноценное развитие личности невозможно без патриотического воспитания. Помнить и знать подвиги героев, уважать и ценить настоящее – залог успешного будущего. В прошлом году в Новозавидовском отремонтировали братское захоронение, где упокоены герои, погибшие в ходе защиты поселения в первые месяцы Великой Отечественной войны. В этом году администрации поданы документы для участия в конкурсе по ремонту обелиска на улице Фабричной. Если мы не сохраним память, трудно воспитать подрастающее поколение. Мы должны помнить и беречь эту память на долгие-долгие годы. Жители радуются и благоустройство духовного центра поселения – храма Вознесения Господня в деревне Тешилова. При содействии администрации и неравнодушных жителей проведено благоустройство территории святыни. Обустроено парковочное пространство. Выполнены работы по наружной подсветке здания. Сегодня Новозавидовский живет, развивается и растет ради людей и для людей.